всем привет вот про не взорова решила рассказать немножко короче суть в чем суть в том что кто знает не взорова тот знает о ком речь кто не знает поищите интересный персонаж александр глибович его зовут и он журналюга и лупит короче что на уме то на языке и выкладывает выпадывает выпадывает своему как-то израиль они будь там на стендап концерт свои какие он любит устраивает тут ему прилетает весточка о том что на него забили не дало правила аннулированы мне уже там присылают тимберный лист открытого меня делу от наверно мило может быть потому что рост можно висит на поле постоянно может еще чего-то но что самое интересное что он решился вернуться в россию я сейчас как бы в некоторых сомнениях и либо нет но у меня всегда было плохо с благоразумием поэтому я все-таки вероятно вернусь в россию и посмотреть что будет или что-то с этим делать очень интересно зачем он это делает потому что охота на бедем добралась и до него то есть там есть ван хелсинг такой с лупой он смотрит в монитор ноутбука я не помню как его зовут да и не сильно важно там письме где-то есть отмотает и посмотрите сможет было вроде бы значит давайте вспоминать соколовский хованский ну по ней непонятно по ней не по делу уехал на ларина тоже уголовка на нефедорча уголовка на кучу блогеров россии журналистов я вообще молчу журналисты вам журналисты там савятся пачками вот пачка которая тысячу листов а4 вот такими пачками там журналисты и улетают вопрос зачем ли взоров собирается возвращаться он говорит что у него есть какой-то компромат доверенных людей там как в фильме шпионском не секрет что обладая всей полнотой петербургской информации если он пропадет или что-то случится компромат всплывет очень интересно что в этом компромате кстати можно писать в комментах что черты думаешь какие там движения есть говорит что грязюка просто ужасная пылюка какая на тот момент в моих руках было все стекались все нюансы обо всех конечно у меня с тех пор сохранилась масса интересных документов и я честно товарищей предупредил что если в отношении меня какие-нибудь процессуальные меры предпринятые то эти документы там нет ничего особенного вот такого смертельного убийства потому что называется грязище всякого сексуального медицинского воровского характера той самой поры когда некоторые возглавляли комитет по внешнему каноническому ну так вот мы ждем что не хочет нам показать а то он как всегда заинтриговал а дальше дело не пошло вот эту всю пыль и грязь это пора выбрасывать и посмотрим кто кого может быть может быть будет тот кто победит путина да а это уже интересно think about this когда это случится ну не знаю не дали ему израильные граждане в украине точно будут сто процентов подписывайся лайк можешь поддержать канал там есть криптовалюта есть бонады все всем спасибо даже за просмотр не хочешь донатить я тебя понимаю просто поделись роликом ты будешь спасибо